Микс Ньюс Все-таки, вот почему все так случилось? Ведь была и у позиции возможность, вот эти вот ключи от Ратыши, как господин Радзевич сказал, которые валяются, никому не нужны поднять и сказать, нет, мы теперь придем к власти и покажем, как нужно управлять городом. Ну, я думаю, что оппозиция испугалась, там было несколько моментов, во-первых, они испугались, посмотрев друг другу в глаза, потому что один – это быть вместе в оппозиции, орать вместе – это достаточно просто, управлять вместе, делить власть – это уже совсем другая история, я думаю, что в этой ситуации они посмотрели друг другу в глаза, потом плюс еще посмотрели в глаза тех, которые они должны иметь еще вместе с собой, чтобы было большинство голосов, и тут они поняли, что там плохо будет, и что это может быть достаточно тяжелый процесс, плюс еще у них, я думаю, достаточно мало знаний, как управлять этим хозяйством. В 10 лет они не имеют опыта управления, и они поняли, давайте-ка лучше подождем несколько лет, или еще лучше, давайте сейчас сорвем Думу, и там тогда уж посмотрим. Как говорится, вяжемся в бой, а потом посмотрим. Вот интересна тоже позиция согласия. Все-таки, как вы считаете, когда согласие потребовало такой ультиматум, что будем голосовать за бюджет, и вообще готовы работать в коалиции, но с другим мэром? Они действительно надеялись, что удастся и Бурова сместить, и какого-то другого мэра провести, вот с учетом того, что без ГКР, ну нет там 31 голоса. Может быть, это была какая-то очень сложная комбинация? Я думаю, что это проблема в том, что согласие потеряло лидерство. Там сейчас уже не ясно, кто управляет согласием. В Думе имеется в виду, да? В Думе. Да, в Думе, да, в Думе, там совершенно не ясно, и это видно по всему, по хаосу в ихних заявлениях и в хаосе их решений, потому я думаю, что это главная проблема согласия в этом. И потому исходит вся эта непонятная стратегия, которую мы так и не понимаем, к чему они это хотели довести. Потому что, если логично подумать, то, до чего они довели, это была неизбежность. Они довели, потому что с ихней точки зрения, может быть, и есть логично спросить, давайте смените Бурова на кого-то другого. Но я не представляю, какое должно быть решение внутри фракции ГКР, чтобы они сменили своего на нынешний момент самого видного лидера, который, кстати, показал достаточно хорошую способность исполнять обязанности мэра. И в этой ситуации, если они говорят, ну хорошо, мы послушаемся согласия, сменим кого-то там, поставим мэром, Бурова снимем, и будем так жить дальше. Ну и тогда большой вопрос, а что же они будут делать тогда на выбор? Я думаю, что тут это было совершенно, ну если бы они хоть немножко подумали, в какой ситуации ГКР, они бы этот ультиматум не ставили, и не довели бы это все до ситуации, когда ультиматум реальный поставил Буров и довел это до самороспуска Думы. Да, вот тем не менее, что касается Бурова, вот все-таки на ваш взгляд, Буров мог вести себя по-другому, не знаю, как-то пытаться договариваться все-таки с согласием и с этой фракцией для Риги? Или уже началась, по существу, такая предвыборная борьба, и это бы ни к чему не привело? Конечно, предвыборный момент внес то, что законопроект идет в парламенте, и все должны уже считать дни до выборов. И я думаю, это, конечно, внесло свою лепту в этот процесс. Но я думаю, с точки зрения согласия и точки зрения ГКР, они не были способны перестартовать свое сотрудничество. Если в предыдущее время сотрудничество было между ГКР и согласием, где главная цементирующая роль этого сотрудничества было отношение личности между господином Америксом и господином Ушаковым, их обеих нету, надо было выстраивать, по сути дела, новые отношения. То, что мы видим невооруженным глазом со страниц СМИ, это то, что согласие хотело рулить по-старому, а ответственность за это все отдать Бурову, на что он человек опытный, тут даже не надо быть политиком, просто управленцем опытным, чтобы понять, а зачем ему нести ответственность за чужие косяки. Да. Вот что касается правящих всеми сил, можно ли говорить о том, что они уверены, что как раз на внеочередных выборах именно в данный момент им удастся, если так можно сказать, захватить власть в Риге, что они рассчитали, что это самый благоприятный момент, чтобы сейчас ее захватить? Ну, я бы скажу так, я думаю, тут нет такого коалиционного мышления, тут мышление индивидуальное, индивидуальные силы политических, они все, я думаю, что это достаточно всем понятно, что согласие в следующей думе будет в глубокой оппозиции, в такой же оппозиции, как она в парламенте, когда с ними никто не считается и даже особо за одним солом не сидят. И быстрее всего это будет и в думе, поскольку они не соберут контрольного пакета голосов, то есть тех 31 голос, что нужно, чтобы сохранилось какой-то статус-кво, они уже на прошлых выборах вместе ГКР еле собрали 32, а после этого всего, что мы видели, коррупционных скандалов, всего того, что как бы приоткрылось, что происходит в Рижской думе и происходило под управлением согласия, я думаю, у них нет такого шанса получить контрольный пакет, и с ихним пакетом, опять же, голосов, они быстрее всего и со своим статусом политическим приведут к тому, что они будут в оппозиции, и все остальные будут договариваться между собой без них. Вот честь служит Риги тоже имеет шанс войти в коалицию? Я думаю, да. По тому, как себя ведет сейчас и как способен Буров договариваться, я думаю, что у него, если будет серьезное количество голосов, у него есть очень большой шанс быть в следующей коалиции, поскольку видно, что диалога с ним не опасаются. То есть там красной линии в отношении него нет, да? Тут очень важен тот еще момент, тот, что появляется чисто на таком уровне эмоционального отношения. Если мы смотрим, как латышкоязычные СМИ отображают, видно, что он симпатичен своей политикой, что он симпатичен, что он занимается реальными вещами, которые наболели. Они наболели, они запущены, и есть, по-моему, такое большое ощущение, что он один из редких, который эти проблемы может решить. Я думаю, это и есть его сила, потому что пока что я не вижу ни одного другого, кто бы кто-то выдвинул, кто бы способен был конкурировать с его знаниями и опытом управленца. Рига, конечно, не Далгопилс, я имею в виду состав населения, да, и не только. Это точно вы подметили, это не Далгопилс. Это не Далгопилс, это, наверное, особая история. Как кто-то даже пошутил, что, может быть, Далгопилс не совсем и Латвия, да, но это другой вопрос. Но вот возвращаясь все-таки к риге, тем не менее, мы знаем, что здесь есть определенный этнический состав, такой, который есть. А вообще, условно, конечно, правые силы, они на этот раз готовы вообще обратиться к русскоязычным избирателям? Или будет, на ваш взгляд, как обычно, что ну ладно, понятно, что там согласие, конечно, что-то Буров возьмет, может быть, Русский Союз проснется, что-то возьмет. Нам даже туда не надо лезть, это бесполезно. Или на сей раз может быть иначе? Я думаю, что будет все по-старому. По-старому. Не верится. Никто не готов, да? Я сразу не могу представить, которая из сил, которая сейчас представлена в Думе или в парламенте, будет способна эффективно начать делать. Что-то сказать может, да, но эффективно. Не, ну что там они будут говорить, но я думаю, что это не будет. Я думаю, что тут самое главное будет конкуренция между согласием и честь служить Риге, которые реально могут серьезно между собой поконкурировать, потому что одни имеют опыт и лидера, другие в очень таком дефрагментированном, деморализованном состоянии. Ну, в принципе, за один и тот же электорат у них пойдет борьба. Да, однозначно, да. Вот тоже интересно такое, ну, феномен, не феномен, а то есть ты бы пар, да? Вроде бы с одной стороны либералы, и там есть очень опытные в политике люди. А что, почему они все-таки сделали ставку, может быть, я что-то не понимаю, на человека, ну, вот Мартин Штарки, с которого сейчас активно уже рекламная кампания, кстати, началась, да, нужно дать должное, а то есть ты бы пар, они первые запустили вот всю эту рекламную кампанию, но почему сделали ставку на человека, ну, мягко говоря, не очень известного и в Риге, и в Латвии вообще, как политика? Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос, потому что, ну, они никто не суперизвестный, но я... То есть там есть силы было выбирать, да? Да, но я все-таки думал чисто... Ты Павлю, к примеру, да? Ну, нет, Павлю, сам ясно, представляете, менять руководителя фракции в парламенте на место в Думе, это, ну, я думаю, что это нелогично в его случае, но почему они господина Зепса не отдвинули, потому что он достаточно удачно поконкурировал, когда вот все остальные оппозиционные партии сказали, нет, нет, мы не будем участвовать, он все-таки был как кандидатом в мэры, и то, как он конкурировал в достаточно бесперспективном мероприятии, можно только с уважением смотреть, я думаю, что он себя очень хорошо показал в СМИ, и это немножко удивляет, потому что они... По крайней мере, он более известный, чем Стакис, да, может быть, тоже не звезда такого масштаба, как в свое время был Нил, да, так сказать, но, тем не менее, он был на слуху. Да, он был на слуху, и это немножко удивляет, но, опять же, стать достаточно тоже такой нормальный, ну, нормальный человек, почему бы нет? Главное, что их сильная оппозиция, они молодые, они молодые... Это правда, да. И на этом фоне, да? Да, и это придает такое, ну, приятное ощущение. Самое удивительное, что пока согласие не обозначило, кто же поведет их в бой. Это хороший вопрос. Поймите, очень трудно идти и вести в бой, если ты понимаешь, что после боя ты быстрее всего будешь сидеть в глухой оппозиции. То есть, все, кто в парламенте получают нормальные зарплаты, они не хотят на зарплату. Чисто даже по-человечески, да? Там зарплаты намного ниже, и они не хотят, как бы, терять по деньгам. А вне парламента и вне Думы особо не могу представить, кого бы они могли. Ну, может, они кого-то вытянули. Они в свое время ведь тоже, Нила, как кролика из шляпы вытянули из среды СМИ. Может быть, что-то и будет, да. Может быть, вас можно как? Вы тоже из среды СМИ пригласите? Да, может быть, да. Но вроде бы, как говорится, я пока ничего такого плохого не съел. Да, так сказать. Да. Ну, спасибо, конечно, да. Но вот возвращаясь еще к предвыборной кампании, три партии заявляли, что вот мы подумаем о том, не создать нам единый список. Это бы весь у Латвии, новые консерваторы, и явно вену, то есть новое единство. Пока вроде не сложилось. Такое ощущение, что, видимо, все-таки амбиции у всех настолько высоки, что вряд ли они смогут создать общий список. Или это реально? Знаете как, тут есть два фактора. Один – амбиция, и другое – лидерство. Да. Если был бы хоть у одного из трех, ну, такой сильный лидер, который мог бы объединить, где они все чувствовали, вот с этим лидером мы возьмем контрольный пакет, я думаю, они бы объединились. Но у них такого нету, и тогда нет этой мотивации, которая бы немножко тормозила эти амбиции. И я думаю, что вот последнее заявление Борданса, когда он уже заявил, что, ну, как бы Юрыш мог бы быть кандидатом в мэры, ну, и в таком духе, я думаю, ну, они будут еще муссировать этот вопрос, но это чисто копиаровская история. Скорее всего ничего там не будет, да? Да. Быстрее всего там не будет результата. Вот не могу не спросить о ситуации, может быть, и правительственного. Но сначала мы знаем, что уже завтра состоится конгресс КПВЛВ, ну, конечно, если он состоится, если там будет кворум. Есть два мнения. Одни считают, что, в принципе, партия ее ждет, это партия судьба, партия судорубы. Второй говорит о том, что там есть и молодые люди, перспективные, там называется Гиргенс глава МВД, что им как-то удастся перегруппироваться, может быть, даже ребрендинг совершить, может быть, даже название поменять, и они как-нибудь останутся на политической сцене. Вот как вы думаете? Ну, опыт показывает, что чаще всего такие проекты, они все-таки кончаются одним созывом. То есть, это чисто такой совсем популистский проект, да? Ну, да, я думаю. И самое главное, что они потеряли, ну, все-таки они потеряли двух самых видных лидеров, которые их сделали тем, кто они есть. Их нету больше. Я не вижу замещения. Ну, о Кайминче можно думать всякое. Но то, что ему, у него яркость есть, это все понимают. И они, отказавшись от него, Гобзем тоже они исключили. Но в этой ситуации, а кто же будет вместо него? Потому что там, опять же, надо нового лидера, который, ну, как бы даст новую жизнь, эта идея. Или переструктурирует идеи. И потом тогда можно уже переструктурирует и партию, и коллектив. Но пока что там новой идеи нет. Там только одна идея – держаться за власть. Поэтому не факт, да, что ему даст. Ну, я бы свои ставки, свои деньги не ставил бы на этот проект. Точно уж. Еще один есть проект. Кто-то даже сравнивает его, что он, в принципе, такого же калибра, как КПВ, ЛВ. Ну, может быть, там более опытные люди собрались. Имеется в виду новая консервативная партия. Вот что? Там есть перспективы? Знаете, тут очень интересно. Они, конечно, по внутренней дисциплине намного жестче конструкции, чем КПВ. И они это показывают достаточно четко. Но у них, я думаю, что самая главная проблема с рекрутментом, то есть с подтягиванием новых людей. Что такое партия? Партия – это такой организм, который все время должен подпитываться новыми лицами, новой кровью. Наивно думать, что может с одними и теми же бойцами. Да, да. А то, что они все время одних и тех же бойцов везде двигают, это показывает то, что у них притока свежей крови нет. И что самое худшее, даже наоборот, они теряют. Они теряют людей, чем имеют новых. И в этой ситуации, я думаю, что это самое главное препятствие им развиться в такую полноценную и сильную партию. А что касается поведения господина Боденца, одни считают, что молодец, хорошо, все время себя как-то выпячивает. То он не мира потребует отставить, то он склеснулся с этой службы национальной безопасности. То он опять вспомнил об идее объединить трех спецслужб, три спецслужбы. С одной стороны, с другой стороны, ну люди, знающие, говорят, слушайте, ну тот политик, который начинает воевать со спецслужбами, ну обычно у него могут и самого возникнут большие проблемы. Я думаю, что очень большую травму для него нанес процесс быть кандидатом в премьеры, так коротко и так быстро кончить быть кандидатом в премьеры. И вообще как-то так позорно это в какой-то степени, ненужительно. Он очень психологически травматичный, ему все еще как бы хочется из себя поиграть в премьеры. И в этой ситуации это ему достаточно слабо удается по сравнению с нынешним реальным премьером. И это больше выглядит, что он занимается таким серфингом общественного мнения. Вот общественное мнение начинает говорить о постройке службы госбезопасности, и он начинает сразу там что-то участвовать. Он как бы не делает свою повестку дня, он очень как бы все время реагирует на повестку дня, которую ставят другие. И это вот то, что отличает опытных политиков от популистов. Потому что популисты, они стараются ухватиться за повестку дня, опытные политики создают повестку дня. Да, привемся буквально на пару минут на рекламу Филипп Раевского на студии. Не переключайтесь. Еще раз добрый день или добрый вечер, Филипп Раевский у нас в студии. Филипп Литолог, мы подводим итоги недели. Вот все-таки, исходя из всего, что было сказано, значит ли это, что вот правительство Каренща, ну и сам Каренщ может чувствовать себя спокойно, потому что были там разные разговоры, и, по-моему, господин Закатистов говорит, вот, видите, нас выталкивает из правительства, мы будем держаться, не уйдем. Скорее всего, будут держаться, да? И не уйдут. Я думаю, во-первых, они будут держать, и, во-вторых, им не будет трудно держаться, ему руку подадут. Подадут их политические, даже, ну, знаете, как, они в этом случае не конкуренты, потому что, я думаю, никто, кроме новой консервативной партии, не хочет, во-первых, чтобы это правительство упало, и, во-вторых, чтобы новая консервативная партия увеличила свое влияние в правительстве. И эти два фактора, их делает всех, как бы, садит в одну лодку, и они могут рассчитывать на поддержку, как бы, коллекционных партнеров. Поэтому мы не ожидаем тут правительственного кризиса, да? Не стоит. Ой, ну, кризис может, конечно, быть, и обострение всегда у нас на полуолунии, но, я думаю, это так более субъективно. Конечно, правительство может свалиться в любой момент, потому что у кого-то могут нервы не сдержаться, или кто-то может перерасчитать. Но я думаю, что, в общем, логических каких-то аргументов нет, чтобы это правительство свалилось сейчас. Вот всегда такой вопрос возникает, во-первых, перед каждыми выборами. Вообще, возможно, и появление какой-то, не знаю, новой серьезной силы. Я не имею в виду какой-нибудь партии, так сказать, там, маленькой, карманной, которая там наберет 0,1%, а какой-то действительно реально серьезной силы, ну, не знаю, может ли что-то губзом сорганизовать, вот кто-то, может быть, еще на подходе, или нет такой? Ну, я боюсь, что там, если мы говорим о губзомсе, и такого рода, пока что ничто не маячит на горизонте, но мы должны помнить, что все еще есть, но на пороге стоит тоже региональное объединение, и при той ситуации, которая сейчас с зелеными крестьянами, там высвобождается низшая, и там может быть перемены, и как бы смена лидеров, которые работают на регионы, на вне-рижскую территорию, так что это исключить нельзя, и главное надо подметить то, что они имеют и госфинансирование, то есть есть у них и ресурсы, и основания остаться в живых и побороться за власть тоже, и, то есть, ну, не скажем за власть, а за голоса избирателей на следующих выборах. И второй момент, конечно, мы входим, сейчас уже можем сказать, что мы входим в такой очень-очень продолжительный цикл выборов, такого у нас еще не было. Этот год Рига, следующий год Минципальный, Все страны из самоуправления, потом СИМ, а потом уже опять Европарламент. Да, получается, что мы… Такой у нас каждый год выборы, такой марафон, такого марафона мы не видели, но если мы этот марафон совмещаем с госденьгами, которые даны партиям, как ресурс для выборов, это очень хорошее время раскачивать новых лиц и делать политику. Пока, правда, это не видно, да, но… Это не видно, но политика делается на выборы, она не делается без выборов. Это надо вот процесс, чтобы всем было интересно, а выборы – это когда всем интересно. Значит ли это, что вот действительно вот это новое финансирование, довольно значительные дотации с госбюджета, уменьшит влияние спонсоров? Все об этом говорят, но не факт, да? Я думаю, в определенном мере да. В определенном мере да. Политики будут себя чувствовать более уверены, более свободны. Я думаю, что мы можем ожидать, что эта уверенность придаст новую активность в политической среде. Да. Вот все-таки не могу не спросить, каково впечатление сейчас вот о роли президента? Потому что да, красиво говорит, литературно, грамотно, все в порядке. У меня такое создается ощущение, что он вот все-таки еще… Я понимаю, что предыдущий опыт давлеет над человеком всегда, но он… Такое ощущение, что он больше по-прежнему чувствует себя вот комфортно в роли этого европейского чиновника, судьи, вот этот вот госсовет. Сегодня была дискуссия по этому вопросу вот с этой идеей. Потом еще какие-то такие концептуальные вещи он говорит, которые, может быть, во-первых, простым жителям Латвии не очень-то и понятно, что с этого. Да, нет такого ощущения, что он все-таки заигрался вот там вот, когда он был там в Люксембурге и так далее. Не, ну это было ясно, что он не будет такого рода президентом, который будет пить пиво с народом. Он будет таким концептуалистом. Но всегда надо найти вот эту золотую середину. Баланс такой, да? Баланс, да. Если в первое время он находил, он достаточно активно и общался с обществом, и работал, и были мероприятия, где он был в плотном общении с обществом. Тогда сейчас, я думаю, то, что мы видим, он начинает немножко отдаляться. Но это всегда такой процесс. Приблизился, отдалился. Вопрос, как далеко он отдалится, когда он опять начнет обращать внимание на какие-то вот такие более повседневные вопросы, на те вопросы, которые ответ их хочет найти общество для себя. Да, вот еще и такой вот момент. Может быть, я не прав, не справедлив к президенту. Ну, нет, такое ощущение, что вот он все время является президентом или руководит страной с таким ощущением, что все-таки, ну, меня правящая коалиция избрала, да, вот так вот единодушно. Но я в какой-то степени должен быть им благодарен, потому что вот его заявление, которое вызвало в социальных сетях такую иронию, когда он сказал, что правительство Калинча вытащило страну из болота, ну, вызвало, ну, это, по-моему, все-таки передергивание. Я не могу сказать, что правительство Калинча очень плохо работает, только минусы у него, да, будем объективными, но сказать, что мы находились в каком-то невероятном болоте при Кучинском, и вот пришел Калинч, ясно солнышко, и нас вытащил, но это, по-моему, уже явное передергивание. Ну, это переборчик, да. Переборчик, да. Это однозначно переборчик. Я думаю, что, ну, да, это, я думаю, его симпатии к Калинчу, все-таки они давно знакомы, они еще там в Германии были знакомы, не зря. Из эмигрантской среды, да, оба. Да, не зря, помните, была цитата, где он говорил, что Калинч самый способный его ученик. Да, а он говорил, что это замечательный преподаватель мой, да. Да, да, ну, вот эти соединенные симпатии, они не всегда, может быть, сработают, и потому есть такие переборчики, потому что мы еще не знаем, ну, какой результат это правительство принесет. С одной стороны, тут может быть одно, что они ни о чем, например, мы говорим, если о налоговой реформе, может быть ситуация, что ни о чем не могут договориться, и, может быть, вот результат благоприятный всем, не будут дергать налоги, потому что ни о чем не могут договориться, пять сил, и все. И тогда статус-кво, что было бы не самым худшим вариантом. Не самым, да. Второй вариант, конечно, если они начинают от компромисс на компромиссе, и тогда то, что происходит, когда ты что-то реформируешь, компромисс на компромисс, это всегда... В результате как с медиками. Да, и результат будет хуже, хуже, чем он есть сейчас. Но это тоже вариант. И тут вопрос, вот что мы увидим, но то, что, например, экономика уже очень-очень прохолождается и садится, это уже то, что мы видим, это уже факт. Да, да, и это связано, наверное, и с оттоком финансов нерезидентов. То есть, целый ряд... И главное, самое интересное, что и к нам тоже приходят министры, когда задают своим вопрос, ну, хорошо, ладно, мы там... Монивелл и так далее, мы должны бы реагировать, но в результате 12 миллиардов ушло. Транзит и логистика, мы видим, полторы тысячи людей в Латвии, за еще не предел, уволили. То есть, этот уже бизнес сужается, и там сужается бизнес, и инвестиции особо не приходят. А на чем мы будем зарабатывать? Вот толкового ответа, в принципе, нет. Надеяться просто за счет повышения налогов собрать деньги, но это как бы тоже очень странно. Невозможно собрать налоги с того, с чего нет, с чего брать. Я думаю, это есть, если мы смотрим, опять же, критиков, вот многие эти партии, которые сейчас в правительстве, очень критиковали налоговую реформу, какая плохая реформа, какая плохая реформа. Но, если мы смотрим в результате, мы имели года с очень высоким приростом экономик, 4-5%. То, что мы видим сейчас, это прирост ниже 2%. Последний квартал прошлого года это 1%, что это не рост, это такая очень вялая экономика. И тут вот все те, которые орали, как плохо руководят те, которые приносят этот 5% прирост, что они не так и слишком поддерживают экономику и бизнес, пусть теперь покажут, как они могут оживить экономику, чтобы мы возвратились к опять же нормальному росту 4-5%, что делает ощутимое улучшение жизни. Тем более, с учетом того, что еврофонды сейчас уже фактически мы съели на этот финансовый период, и где-то полтора-два года у нас новых денег не будет. И они новые, не будет больше, их не будет меньше. Потому что, ну как, в Англии нету донора, и мы становимся богаче, и то есть нам меньше положено, если мы становимся богаче. Да. Давайте примем звонок, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, как вам появится ситуация, когда Рижская дума еще существует, ее еще не расформировали, ничего, а уже по Риге появились портреты человека, как по имени Марты, из которого популисты по фамилии Павлюц и Пуцци предлагают в мэры города. Как-то так, при живом-то мэре, хороший он, плохой, неважный, его, что же, похоронили, что ли, эти популисты, или как, это нормально вообще, или ненормально? Причем, господин Пуцци, час тому назад, на радио Болком, рассказывал, как, почему они это делают, что люди мало знают этого человека, и они считают, пускай начинают с ним знакомиться по фотографии, они нигде не пишут, кто он такой. Спасибо большое, да. Ну вот реакция людей, действительно, портретов господин Стакиса очень много, а когда включаешь вот разные радиостанции, там буквально все время говорят о том, что это лучший кандидат мэрии, да. Ну да, однозначно, это просто такое, первый раз в такой ситуации, когда политики, с одной стороны, знают, что выборы будут, и уже число мы знаем, 25 апреля, быстрее все это будет, а так, по сути дела, предвыборной кампании еще нет. Нет, Рижская дума еще до юга существует, да. Не то, что существует, вы представляете, еще, если, например, вот как 16-го, или когда там планируется голосование в парламенте, 13-го, или 13-го, 13-го в четверг, без разницы, без разницы, но самое главное, это еще не все, еще президент должен подписать, повозгласить, опубликовать, и только тогда мы начинаем отчет. Вы представляете, как у всех нервы сдают? Да. Все ждут этого момента. Более того, насколько я понимаю, уже возникли разногласия в самой коалиции, даже по юридическим вопросам, ведь получается сейчас, что хотят распустить Рижскую думу из-за вывоза мусора, что уже все сеймовские юристы сказали, что это вообще не серьезный повод. Сейчас появился действительно реальный повод из-за того, что недееспособна Рижская дума. Надо, видимо, менять законопроект, а уже не хочется. Господин Пуца говорит, нет, ну, мы менять не будем, мы что-нибудь там дополним. А уже бюджетная комиссия закончила работу над законопроектом и проголосовала. То есть, опять надо искать какие-то юридические нюансы, как взять и уже в готовый законопроект внести какие-то изменили. Но они в аннотации могут ввести. В аннотации могут, да. Но не в закон, а закон он о распуске. Закон он о распуске. А там вопрос мотивации. Почему? Ну, это мотивация достаточно, я думаю, такая стабильная, что они не... Недееспособны. Тем более, это уже публично теперь, понятно. Да, и я думаю, что там не такая большая проблема, но то, что у всех сдают нервы, что все знают 25 апреля, что очень скоро выборы, компанию надо делать, а как это делать в ситуации, когда еще никто не знает, ну, еще как бы... Ну, даже вот очень интересный был комментарий из КНАБа, тоже вчера я слышал, что они же надирают затраты денег. А когда начинается предвыборная кампания? Они сказали, в тот момент, когда опубликован закон о распуске Думы, в тот момент включается хронометр. И в этот день... То есть, условия 23-го, 24-го февраля? Отсчитывается с этого дня два месяца, когда должны быть проведены выборы. И в этой ситуации вот, можно сейчас рекламировать, пока никто... то они сказали, сейчас вы можете тратить сколько хотите, сейчас не предвыборное время. Я удивляюсь, что только одна партия об этом подумала, что можно уже раньше начинать. Да. Но это, как всегда, такой всегда возникает вопрос. Ну, скажем так, что фактически день тишины это вот день перед выборами. Ну, условно говоря, 25-го апреля это день выборов, 24-го день тишины. Но у нас же можно голосовать сейчас досрочно, как мы знаем. И, как нам пояснили в ЦИК, этот раз будет то же самое. То есть, если будет выборы, предположим, 25-го апреля, 24-го, 23-го, 22-го, когда предвыборная кампания идет в полном ходу, люди могут пройти и проголосовать. То есть, есть какие-то... Еще у нас есть довыборный день шума. Сейчас не шума, потому что предвыборной кампании нет, значит, не шума. Можешь шуметь, сколько хочешь. Да. Ну, это тоже какие-то такие очень интересные нюансы. Давайте, может быть, еще один звонок успеем принять. Дубович, слушаем вас, пожалуйста. Добрый, Константин. Да, пожалуйста. Мерзко смотреть на эту мерзость, вот это шакалине Диену Жапариге. Понятно, что битва идет за Рижский миллиард, что настолько денег нет нигде ни в какой отрасли, что уже они не терпятся вцепиться вот в это спадающее тело Рижского миллиарда. Ну, пусть им Бог воздаст потом. Но у меня вопрос к вашему гостю другой. Как вы думаете, сколько должно еще выехать население из Латвии, то есть, тысячи, 50-100 тысяч работающих, чтобы, наконец, бюджет встал, чтобы он уже был в принципе не наполняем, и экономика остановилась. То есть, в какой цифре рабочих рук мы приближаемся, чтобы они выехали, и все остановилось. Спасибо большое. Вот такой пессимистический взгляд, хотя мы действительно знаем и демографическую ситуацию, и рождаемость последние три года, конечно, такая рекордно низкая. Вот действительно, это ведь еще одна проблема, еще одна опасность, кроме нехватки еврофондов, просто реально не хватает рабочих рук. Не, ну, это огромная проблема рабочей руки, но я думаю, что тут она неформальна и по-всякому уже решается, ввозится достаточно много рабочих рук извне. мы можем, ну, я думаю, тех, которые по Риге ходят, видят, сколько уже работают люди, которые явно не выглядят как местные. И второй момент, зарплаты растут, и я думаю, что недалек тот день, когда те, которые уехали, очень многие приедут, потому что это будет экономически просто выгодно. Очень многие, те, которые привыкли двигаться по миру, искать возможности, они достаточно эластичны в своих выборах. Я не думаю, что тут такой апокалиптический сценарий вообще возможен, что вот все выйдут. Такого не будет при таком росте экономики, даже при маленьком росте экономики, все-таки, я думаю, зарплаты-то растут быстрее, чем экономика. Это и есть опасность, но это, конечно, хорошо для рабочего рынка и для миграции. Вот очень интересно, все-таки, не могу не спросить, вот радиослушатель задал вопрос, часто мы его слышим, что вот общий бюджет Риги, мы знаем, миллиард, да, ну, есть такое вот выражение попилить вот этот миллиард, и многие действительно думают, что депутаты, вот сейчас они придут к власти, в рейсско-думе, не важно, какие это будут депутаты, и они прямо вот возьмут, ну, начнут каким-то образом эти миллиарды делить, не знаю, и себе в карман, да. Насколько я понимаю, это все происходит не так примитивно, и потом это все становится все сложнее и сложнее, как мы видим, да. И скажу сразу, что нужды Риги тоже на миллиард, Рига все-таки большой организм, и то наследие, которое есть, ну, если мы смотрим, какие были расчеты, сколько миллиардов надо, чтобы привезти рижские улицы и мосты в порядок, да тут миллиарда совсем не хватает, совсем не хватает, там надо очень большие деньги, чтобы это привезти в порядок, и это только одна нужда, и все социальные нужды, которые стоят денег, школы, детские сады, и так далее, доплаты воспитателям в детских садах, доплаты учителям, это все рижские затраты, конечно, это огромные расходы, это все не так просто, я думаю, что, ну, я бы не хотел бы так упрощать, вот придут и распилят по карманам миллиарды, я думаю, просто возьмут, как будто там есть какая-то касса, да, куда они придут, это не так, совсем не так, ну, я думаю, что еще и бюро по коррупции работает достаточно активно, чтобы так не было. Да, мы это наблюдаем буквально на этой неделе тоже. Да. Последние полтора года мы это наблюдаем очень как... Это правда, да. Правда, создается такое ощущение, что при всем уважении к НАБУ не всегда все от них зависит, там еще есть прокуратура и суды, но вот создается такое ощущение, может быть, вот сколько нам радиослушатели звонят и говорят, что столько шума, обыски, люди в черных масках, там, изъятие документов, кого-то даже запровождает в СИЗО там на 48 часов, потом как-то тихо все это происходит, там людей выпускают, вроде какой-то процесс идет, годы проходят, многие уже и забыли, что там, где, и ничего не происходит дальше. Ну, да, жирова правосудия, они не быстрые, но все-таки, если мы смотрим, ну, достаточно много процессов кончается очень реальными сроками, и я бы сказал бы, что не все так плохо, все медленно, но это нигде не быстро, но совсем не все так бесперспективно, как вы говорите. Ну, можно ли так в завершении сказать, что вообще, что все изменилось, так как было раньше, не знаю, в 90-е годы, или начале 2000-е, уже не будет, да, то есть все-таки Латвия в этом плане стала другой, да? Очень, совершенно другой, и главное, это не Латвия стала, мы стали другие, у нас запросы изменились, у нас совсем другие, другие стандарты у самих, те проблемы, которые были в 90-х, они в прошлом, те проблемы, которые сейчас, они те, которые руководят нашими выборами, нашими мыслями, нашими поступками. Наверное, правда, даже сейчас очень много наемных работников говорят, не надо мне ничего в конверте, да, вы мне дайте хорошую зарплату, но официально, да, и это даже не потому, что там они боятся, они просто реально понимают, что вот эти вот налоги должны идти, и что все было официально. Да, ну еще плюс банки, ты же не можешь ни взять ипотеку, ни взять кредит, если у тебя нету легальных доходов, и так далее, вся система изменилась, а когда-то это была, ну как бы норма, те же конверты, сейчас, я думаю, это совершенно не норма. То есть, вот такова сейчас, в принципе, реальность. Это есть движение вперед, это есть движение. Я думаю, что это правильно, но нам всем кажется, что это правильно, значит, это, наверное, правильно. Да. Филипп Лаевский у нас был в студии, большое спасибо.